В пятницу 5 октября в Казани состоялись очередные матчи предварительного этапа Кубка России. Соперником казанского Зенита стал представитель высшей лиги А Челябинская Динамо. Еще вчера зенитовцы отмечали небольшую усталость, которая накопилась за три первых игровых дня. Поэтому в этот вечер Алексей Вербов выпустил на площадку экспериментальный молодежный состав. Пару центральных составили Кононов и Лихошерстов. Пасовал Лоран Олегна, а на позиции Либера действовал опытнейший Владислав Бабичев. А вот основную нагрузку в атаке пришлось нести совсем молодым волейболистам Зенит Уора и Академии. В диагонали появился Денис Литвинов, а пару доигровщиков составили Игнат Данилов и Арсений Воронов. Сегодняшний матч не дал нам показать высокий уровень, немножко чувствовать себя эмоционально и физически мы подсели. И на этом фоне тяжело показывать максимальный волейбол. В составе Челябинского Динамо выступают сразу два волейболиста, поигравшие в системе Зенита. Это Либера Керман Мелес и связующий Дмитрий Емельянов, которые появились в стартовом составе гостей. В первых двух партиях соперники много ошибались поочередно, не подавая сериями или же частенько залезая под блок. Возможно, команды до сих пор не привыкли к обновленной системе освещения в центре волейбола 23-25 и 25-19. Если мяч вот сюда вот попадает, в эту зону, то, что вчера было, еле мяч этот перебил, просто вслепую перебивал этот мяч. Ну, привыкаем, потихоньку привыкаем. Приезжаешь, так же мы, если перейдем в другой зал, там вот какое-то нестандартное освещение, так же мы будем попадать в эти зайчиков ловить. К третьему сету молодежь «Зенита» окончательно освоилась. Лучшим же в составе был диагональный Денис Литвинов, который уверенно взаимодействовал с Лораном Олегно, став самым результативным игроком матча, набрав 20 очков. А третий сет остался за казанцами 25-22. Какое-то все равно взаимопонимание есть. Хорошо получалась атака с двойки задней линии. Диагональный помог на молодой Денис Литвинов. Правда, на этом успехи «Зенитовцев» закончились. Неудачно начав четвертый сет, казанцы так и не смогли вернуться в игру. Даже появление в доигровке Сурмачевского не исправило ситуацию. Эффектно и эффективно сыграл в этот вечер Владислав Бабичев. Но опытнейшему лидера было непросто почищать огрехи молодых партнеров. 23-25 в четвертом сете, 11-15 на тайбрейке и обидные 2-3 в матче. Мы добавляем, я думаю, у нас улучшилась общая игра. Мы защитим многонечеб, отнимаем страховки. Тут важна детализация. Каждая мелочь играет большую роль. Если каждый в этих деталях будет очень точен, то механизм будет работать слаженно. 6 октября в Казани состоятся заключительные матчи предварительного этапа Кубка России, которые начнутся в 10, 12 и 14 часов по московскому времени. Последними как раз сыграют волейболисты Казанского Зенита и Оренбургского Нефтянника. Мы же приглашаем всех болельщиков в центр волейбола 7 октября. В 14 часов 30 минут начнется долгожданная презентация Казанского Зенита на новый сезон. Шоу-программа и открытая тренировка команды под руководством Владимира Олегна. Конкурсы, розыгрыши ценных призов и, конечно же, фото и автограф-сессия с игроками и тренерами команды. Вход на все матчи предварительного этапа Кубка России, а также на презентацию команды абсолютно свободный. Зарядись волейболом! Пока я ем, ты подпишись на ЗТВ. Какие вкусные бургеры в центре волейбола. Субтитры создавал DimaTorzok